Добрый вечер, в эфире «Одесса и мечты». С вами я Ольга Гвоздецкая и Олег Михайлик. Сегодня говорим о серии скандалов, которые возникли в 51-й школе и об общественном совете по образованию при Одесском городском совете, который сегодня также погряз в конфликтах и выяснениях отношений. Почему так случилось, говорим, собственно, с сторонами конфликта. К нам сегодня пришли Ирина Ангелова, член общественного совета по образованию, ее коллега по совету Валерий Бонделюк и Татьяна Чубина, также коллега по общественному совету. Здравствуйте, спасибо, что пришли. И сразу же задаю вопрос нашим телезрителям, кто виноват в скандалах в школе номер 51, руководство школы или руководство департамента образования. Присоединяйтесь. На протяжении эфира вы будете видеть номер телефона нашей студии, а также номер Вайбера. Можно позвонить нам просто в прямой эфир. Если вы родитель ребенка, который учится в 51-й школе, обращайтесь, рассказывайте о том, довольны ли вы и уровнем обучения, тем, как ведут себя учителя. Что с руководством школы, потому что говорят о том, что директор совсем недавно возглавил это учебное заведение, пока что еще не успел в полном объеме принять дела. И, в частности, расскажите нам о состоянии школы, потому что мнения очень-очень разные. Очень многие сферы нашей жизни сотрясают скандалы. Самое обидное, когда такие скандалы происходят в наших школах. Именно в этом мы хотим сегодня попытаться объективно разобраться. И поэтому предоставим слово нашим гостям. Что в действительности произошло, если можно, в двух словах, почему этот конфликт вышел в публичную плоскость? Потому что конфликты случаются во многих школах. Мы, как родители школьников, знаем, что, к сожалению, редко какой год обходится без скандала в школах. Однако, к счастью, чаще всего они не выходят в публичную плоскость. Что произошло? Вы знаете, я хочу высказать сугубо свое мнение. Не мнение Света, а свое. Потому что вчера я провела в этой школе пять часов. И пыталась все-таки получить объективную информацию со всех сторон. Потому что, когда школу сотрясают скандалы, это в первую очередь идет не на пользу детям. Страдают дети. Они слышат дома все эти разговоры. Они обсуждают эти в классе. Начинается нервозная обстановка во всем коллективе. Я была вообще категорически против того, чтобы общественники шли в 51-ю школу. Я объясню чему. Я занимаюсь вопросами образования уже 10 лет. Я видела разные ситуации в разных школах. Я предложила, на мой взгляд, самый оптимальный вариант, когда родителям предложили бы написать заявление, пусть анонимно, но поставить перед ними несколько вопросов. В чем они видят суть конфликта? Именно суть конфликта. Потому что из того ролика, что я видела, был только один посыл. У нас хорошая учительница, ее обижают, ее хотят выбить. Татьяна, позвольте, я в двух словах объясню. У нас был сюжет на седьмом канале об этой конкретной ситуации. Мы сейчас говорим о скандале, связанном якобы с буллингом. Учительница младших классов, 3-я класс 51-й школы, будто бы дирекция, давит на учительницу, выселяет класс из классной комнаты, которую родители за три года оборудовали полностью. Учительница, кстати, отказалась давать комментарии. Комментарии давали только родители. Это лишь одна из ситуаций, одна из страниц, связанных с 51-й школой. Я могу авторитетно заявить, что вчера учительница Беседина в присутствии педколлектива, в присутствии руководителей департамента, в моем присутствии, заявила, и, кстати, одного из телеканалов заявила, что у нее конфликта с администрацией нет. Вот ее слова, дословно. Очень жаль, что учитель не смогла дать нам комментарий, но в то же время надо понимать, и мы, наверное, все это, опять же, как не голословно, а как родители школьников понимаем, что учителя такие же зависимые люди, как и медики, потому что они зависят от своего руководства. Я бы согласилась с вами при одном условии. Если бы это был директор, постоянно и работал много лет, но этот директор работает всего лишь два месяца. Там новый директор в этой школе. За два года в этой школе сменилось три директора. Это о очень о многом говорит. Почему? Говорит о напряжении в школе. Понимаете? По моему мнению, ситуация сложилась следующим образом. Я специально приехала раньше, чем приехала комиссия, и просто за руку брала каждого родителя, который вел ребенка, и спрашивала, что вы знаете о скандале в школе? В чем проблема в вашей школе? Так вот я вам говорю, 99% родителей мне сказали, что о скандале в школе они ничего не знают. И когда я их спрашивала, у вас есть претензии к преподавательскому составу, к директору, они говорят, какие могут быть претензии, вот он пришел, только начал работать. Говорят, а школа нормальная, районная, в принципе... Хорошо. С буллингом понятно ваша позиция, Татьяна. Валерий, ведь эту ситуацию вы тоже мониторили, вы были в курсе. Вопрос первый и главный. Почему надо было привлекать общественный свет? По-другому решить проблему нельзя было в стенах школы? Что-то пробовал его решить, не вынося это в публичную плоскость? Может, вы знаете что-то про это? Ну, смотрите, начнем с того, с чего все началось. У нас в городе Одесса при департаменте освиты сделали громадскую раду. Чем она должна была заниматься? Проблемами школы. То есть это питание детей, это основная проблема. Проблемы буллинга, психологии. Поборы, наверное. Это само собой. То есть у нас каждый человек взял определенное направление себе. А также ремонт и школы. Все это включалось, то есть громадская рада по непонятным причинам набрались люди туда. Никто не знает, каким образом. Сколько членов в Совете? Смотрите, с самого начала должно было быть до 20. Никто не знает, какие сроки, с какого момента по какой они были. И когда люди, общественники наши Одесситы тоже хотели быть в этой раде, со слов Елены Валерьевны Буневич, набор закончен. Давайте еще раз для зрителей, потому что многие люди не очень понимают. По положению должно было войти 20 человек. Не 20, а до 20. Хорошо, хорошо, что вы повторяете. Заявки подали 12 представителей общественных организаций. По каким принципам осуществлялся отбор этих людей в громадскую раду? А мы не знаем. Вы знаете, Ирина? Мы не знаем. А вы знаете, Татьяна? Ну не я же набирала. Ну может вы знаете. Смотрите, я бы вообще отбирала департамент образования в 51-ю школу, потому что мы сейчас погрязнем в разборках громадской рады. Позвольте, я еще раз задам вопрос. Валерий, почему в эту конкретную ситуацию с буллингом вмешалась общественная рада? Объясняю. Проблема была, изначально проблема, все проблемы школы мы обговариваем в чате громадской рады. Нам предложили пойти на проверку. Нет, сейчас объясню. В самом начале был момент, то что в школе, я вспомнил момент, в школе был месяца два назад прецедент, что 4 класса в школе холодных. Да, была такая информация. Там уже сделали ремонт, но все равно холодно. Я спросил в нашем чате громадской рады, из-за чего, какая причина, Елена Валерьевна. Был ответ получен, была комиссия, определили, там трещина неба видно, из-за этой трещины холодно. Я не поверил этим словам и решил сам пойти проверить. О трещинах было известно в 2020 году. Подождите, трещина не имеет. Просто напомнил. Объясняю. Трещина не имеет никакого отношения. Школа вся в трещинах. У нас ни одна школа в трещинах. Проблема отопления не в трещине. Я спросил разрешение, говорю, Елена Валерьевна, а можно пойти посмотреть? Потому что, исходя из моей жизни, я знаю Елену Валерьевну, не всегда ее слова соответствуют тому, что есть на самом деле. Я всегда это перепроверяю. Я перепроверил, я говорю, я на следующий день иду в школу, это было в пятницу. Она говорит, да, идите посмотрите. Я пошел, посмотрел, я познакомился с директором, пообщался с ним. И директор утаил, но я ему напомнил. Говорю, у вас проблем больше никаких нет? Он говорит, никаких. Я говорю, а что у вас творится под столовой? То есть хозяйственное помещение под харчоблоком. Директору уже отпираться некуда было. Говорит, да, есть такая проблема, у нас там... Вы откуда они знали об этой проблеме? С подвалом? С инсайдерской информацией. Я поняла. Я просто отмечу, что к чести директора, потому что когда Алексей Сауленко, депутат городского совета, который курирует тоже вопросы образования, отправился в нашу родную школу, 55-ю, то там директора не оказалось, а замдиректора просто сказала, я не хочу вас пускать в школу, я вас не пущу. И он даже не попал внутрь, и диалога там не сложилась. Вас же допустили, с вами пообщались, но кое-что утаили. Я пришел в соответствии со всеми санитарными нормами. У меня есть медицинская книжка, я был в маске, все как полагается. А вы так тоже скажите, что общательный совет вас не направлял туда. Я прошу вас не перебивать. Мало того, вам запретили сюда. Друзья, еще раз, давайте мы все-таки по одному, потому что когда мы начинаем споричаться, то никого не слышно, ни одного, ни другого. Что все-таки в этом было, оказалось в этом подвале? Потому что время у нас ограничено. В этом подвале вот такая толщина воды, канализационной воды. Сейчас мы видим это на экране. Я так понимаю, что это вы сделали фотографии, правильно? Да, эти фотографии я сделал. Я спросил директора, что это такое. Он говорит, ну, на его памяти это здесь постоянно, и он не знает, что с этим делать. Это в 20-х числах были сделаны фотографии? Это было сделано неделю назад. Я спросил, что, значит, постоянно? Он говорит, ну, я работаю два месяца, эта проблема здесь существует, сколько он есть? Я говорю, а вы пытались как-то эту проблему решить? Да, говорит, мы ее выкачиваем периодически. Я говорю, а как вы ее выкачиваете? Мы нанимаем людей, которые приезжают. Директор говорит, я за свой счет выкачиваю канализационные стоки. То, что громадские ради прицепились ко мне со словами, что я написал слово фекалии, у меня есть подтверждение того, что канализационные воды, там, и фекалии тоже самое наполняют. А что за подтверждение? Вы проводили анализ? Смотрите, ну, там вся школа об этом знает, ну, школа умалчивала. Но проблема еще в том, что об этом знала Буневич Елена Валерьевна. Об этом вы где-то слышали у нас в эфире, что проблема 51-й школы, что там пробита канализация. Вы знаете, мало в каких школах проблемы выносят на загал, и именно поэтому... Это утаивается. Поэтому у нас делается красивая картинка на экране, на одесских телеканалах, что якобы в наших школах, в нашей свете Одессы все замечательно, но никогда не высветливаются проблемы те, которые годами. Сейчас мы говорим о проблемах. Ирина, значит, трещины в школах — это 20-й год, сейчас ситуация с буллингом. Ну, буллинг — это, знаете, очень история сложная, потому что здесь нужна все-таки оценка. Мне кажется, что буллинг стал тем катализатором, который выбросил в том числе и другие проблемы наружу. Не первая история. Что вы знали о 51-й школе? И правда ли на год задаете? Смотрите, как только я стала членом Громадской Рады, я тут же объявила об этом в Фейсбуке. У меня очень много читателей, и все так радостно восприняли это. Вот, наконец-то, кто-то будет говорить правду того, что происходит. Но вы питанием должны были заниматься. Я должна была заниматься питанием, но мгновенно мне скинулось 40 гигабайт просто записей. Понимаете? Если бы я выложила сегодня в Громадскую Раду, она утонула бы в этом кошмаре. Вот я бы сказала родителям, пожалуйста, прекратите мне пока писать, потому что я еще не понимаю, чем я буду заниматься. Потом в один день в Громадской Раде в нашем чате было предложение, чтобы кто-то пошел и разобрался в школе со всеми этими проблемами. Ну, никто не заявляет, никто не пишет. Я говорю, ребята, ну давайте я пойду, хоть завтра. Я завтра могу? Я пойду. Тут же абсолютно мне запретили идти. Сказали, вы не пойдете, вы пойдете только в компании, в чьи-то. Тут же появился Валера, который сказал, я иду с Ангеловой, и тогда развернулась целая компания. Вы не пойдете, вы не пойдете и ничего. Я говорю, вы знаете, мне стало еще интереснее. Я говорю, раз вы запрещаете идти и выяснять то, что там происходит, то или вы не хотите, чтобы мы шли как члены Громадской Рады, я пойду как журналист. Вот. Я в душе журналист. И я на сегодняшний день, сегодня уже, слава богу, у меня случилось такое счастье в жизни, я стану корреспондентом Вечерней Одессы. Вот. То есть я уже закончила со своим ресторанной деятельностью. Я нигде не буду больше представляться как ресторатор, я буду представляться как журналист и как... Ирина, у нас на связи глава департамента... Образование. Глава департамента образования. Давайте послушаем ее комментарии. У нас есть тоже... Спасибо, что... Это важнее. На связи, Елена Буневич. Здравствуйте, Елена. Спасибо, что присоединились. Здравствуйте. Обсуждаем школу 51-ю. Почему-то возникло несколько скандальных ситуаций вокруг нее в последнее время. Вы с чем это связываете? Ну, если можно, я подключила по совету Валерия эфир и слышала его. Я отвечу на несколько вопросов, которые прозвучали до этого. Думаю, что они расставят все точки над «и». Действительно, со всеми общественниками, которые желали сотрудничать с департаментом образования, мы сотрудничали и до этого, не со всеми у нас были простые взаимоотношения. Но, тем не менее, создание совета – это была идея объединить под одной крышей всех тех, кому эта работа интересна. О том, что совет будет создан, я написала на своей страничке и на официальном сайте департамента. Поступило 12 заявок. Я услышала «это неправда, это правда». Единственный человек в совете, заявки которого не было, была Ирина Ангелова. Она не подавала заявку. Она была включена несколько позже всех остальных. И все, кто подали заявку, без исключения, никакого отбора членов совета не существовало. Я думаю, не найдется ни один человек, который скажет, что до момента первой встречи он подал заявку, его не взяли в совет. Мы закрыли регистрацию, когда провели первые установчие, так называемые установчие сборы, когда собрались онлайн члены совета, люди, которые зарегистрировались. На этом был прекращен прием заявок для участия в совете. В принципе, его можно расширить, конечно, и до бесконечности, но цель была совершенно иная. В совет вошли достаточно грамотные люди, и психолог, и медиатор, и врач, представляющий многодетную семью, мама, представляющая ребенка, организация детей с особыми потребностями, и председатель Татьяна Макарова. Это человек, который занимается безглютеновым питанием, и волонтеры. Я знаю много разных историй о каждом, но, собственно, меня и всех остальных представителей департамента это не интересовало. У нас была совершенно иная цель. Люди разные, да, у каждого свое видение ситуации, но, в общем-то, если есть интерес и желание заниматься проблемами школ, мы предоставили такую возможность абсолютно всем. Все те, кто отправляли заявки после этого, хотя мы уже опубликовали на сайте департамента, что установки сбора вид булыст. Да, действительно, было несколько заявок. На мой личный мобильный звонили люди, которых я не знаю, и просили включить их в совет. Но мы все-таки приняли решение, что кто зарегистрировался, тот и начинает работать. Безусловно, мы добавим со временем членов, которые будут полезны образованию. Что происходит сейчас в совете? Я вам хочу сказать, что это, на мой взгляд, момент прикирки абсолютно нормальный. То, что произошел конфликт приветствий к удалению ищата Ирины, я считаю, что, знаете, ситуация в 51-й школе, она не в последнее время возникла. Да, о канализационных стоках я узнала 14 апреля. Я не знаю, откуда у Валерия информацию, что я не знала раньше. Я думаю, что ни для кого не секрет, что мы реагируем мгновенно на такие ситуации. Однако, знаете, тут вопрос такой, не зря менялись руководители, были причины для их ухода, и это не скандалы. Были вполне серьезные претензии к их работе. И сейчас, когда комиссия департамента проверила школу, мы нашли массу нарушений, связанных с администрированием. И тут директор совершенно ни при чем, он новый человек, он еще не вник в эту ситуацию. Есть претензии, обоснованные у родителей. И у нас была цель, цель проведения нашей работы в 51-й школе. Первое, вот для меня лично, сохранить учителя детям, поддержать Ирину Александровну и поддержать остальных педагогов, потому что они тоже невольные жертвы этой ситуации. И когда в школе такой конфликт, туда должны идти специалисты. Поэтому лично я от себя выразила пожелание, чтобы туда направились в первую очередь Илья Намельников и Илья Артеменко. Это специалисты в конфликтных ситуациях. В принципе, Ирина, я участвовала онлайн в этой встрече, Сергея Горбачева тоже пригласила на эту встречу. Я у повноваженного испытания свиты. И, в общем-то, самим собранием мы остались удовлетворены. Недопонимание возникло потом, когда на страничке в социальной сети у Ирины Ангеловой появилась заметка, где ни одного слова претензий у меня нет никому. Завыложенные фото, актуализированную проблему с подвалом. Я, наоборот, очень благодарна Валерию за это. А вот что касается поста, то там была очень нехорошая, на мой взгляд, фраза. Я ее дословно не помню. Я сразу прошу прощения, если что-то какое-то слово скажу не так. Но смысл был в том, что коллектив женский – это коллектив склочный, сплетний и так далее и тому подобное. К чему привела эта фраза? Она привела к тому, что педагоги через часа два после выхода этого поста начали сдвинуть департамент. И мы же понимаем, с какой тонкой материей мы имеем дело. Я очень боялась, что их обида и их претензии выльются на Ирину Александровну. Они видели в ней некий момент, который вынес все наружу. В таких ситуациях нужно действовать очень тонко, максимально тонко, просчитывать каждый шаг. Я обратилась к Ирине, попросила ее, сказала ей о том, зачем вы это сделали, это неправильно. В ответ я услышала, да прямо. Я вам хочу сказать, что мне в принципе, я не новичок в том, что в системе образования происходят скандалы. Наверное, это действительно связано с тем, что очень сложная профессия, связанная с перенапряжением. И тем более в таких школах, где часто меняются руководители. Но наша весь задача решить проблему, а не столкнуть людей между собой лбами. И я вам хочу сказать, что лично я, как руководитель департамента образования, я не сделаю шага. Знаете, сейчас у меня такое впечатление, что у всех желание, давайте закроем этот совет. Его никогда не было, вот он месяц как возник, от него одни проблемы. Я этого не сделаю. Наоборот, мы его расширим. И более того, в принципе, хочу сказать, что мне безразличен любой скандал, если в него не втягивают педагогов, детей и родителей. Если он направлен лично против меня, департамент образования как-то там звучит. Вы знаете, честно говоря, профессионально мне все равно. Я буду делать то, что я должна. И коллеги мои тоже. И вчерашний визит в 51-ю школу, он очень порадовал тем, что я получила, наконец-то, обратную связь из педагогов. И подтвердила то, что мы нашли во время проверки школы. Елена, один вопрос, касающийся ремонта школы. Есть информация, что школа будет ремонтироваться. Когда? Какая сумма выделена? И выделена ли? Когда ожидать родителям? Это будет этим летом? Смотрите, в августе 2020 года мы обследовали трещины. Получили заключение экспертизы по этим трещинам. На фасад школы очень сильно повлиял Манхэттен. Это правда. И у нас есть заключение экспертное. Мы готовы его предоставить. Нам дали возможность с этими трещинами. Написали, что они не опасны, но они влияют на теплообмен внутри здания. И ремонт должен был быть произведен в течение года. То есть до следующей приемки школы. В октябре у нас была встреча с родителями на территории школы. Были проектировщики. Прошло проектирование части объектов, в частности фасада. Но школа пойдет под общий ремонт. Это означает с подвала и до крыши. Первым этапом на него выделено уже 2 миллиона гривен. И на этой же сессии мы производим... Не мы, извините. Управление капитального строительства производит перераспределение средств на дополнение к этим 2 миллионам. Это будет замена полных окон, тех, которые еще не поменены, потому что там большая часть уже стоит металлопластиковых. Это ремонт фасада и ремонт подвалов с канализационными и водопроводными коммуникациями. Спасибо. Есть вопрос у Валерия, я так понимаю, да? Да. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Здравствуйте, Валерия. У меня такой вопрос. Вы на моей памяти уже лет 5 учили Департамент СВИД, так? Да. Скажите, будь ласка, проблема с канализацией в 51-й школе и напротив, 27-й, сколько лет существует? Значит, о проблеме с канализацией в 27-й школе мы узнали в позапрошлом году, и там проводился ремонт. Проблема с канализацией, которую вы актуализировали, я в начале своего монолога сказала, что получила информацию о проблемах там, в цокольном этаже, 14 апреля этого года. Елена Валерьевна, в ближайшее время вопрос к канализации каким-то образом будет решен, потому что дети уже пошли в школу? Давайте я... Значит, смотрите, во-первых, давайте начнем с того, что там плавает. Мы же провели все-таки анализ. И это действительно сточные воды из столовой, мыльная вода. Однако это никак не означает, что это там должно находиться. Мне очень жаль, что реально эти воды поступают, когда идут дожди. В вторую погоду летом он сухой. Во время приемки комиссия, которая приходит, не может увидеть вот всего этого кошмара. А комиссия школы предоставила нам акт, я его готова тоже предоставить, о том, что там все очень красиво и идеально. То есть системы отопления, водоснабжения, канализации находятся в справном устане. Это акт комиссии школы. У нас, к сожалению, осталось не так много времени. Мы все-таки хотим, чтобы наши гости еще высказали свои какие-то свои пожелания, мнения. Большое спасибо, что подключились. Мы очень рады, что представители Департамента образования реагируют и включаются к нам в прямой эфир. К словам Елены Буневич, я добавлю сообщение на вайбер, пришло. Доброго дня, слухаю в прямом эфире. До речи, я подавалась от организации. Мою заявку не приняли, так уж не была принята заявка від одними из мам Суворовского района профильного специалиста. Тому дуже здоловано тем, что были обработаны все заявки щодо принятия в Громадскую Раду. И еще одно сообщение на русском языке. Проблемы в школе 51 технического характера начались во время строительства ЖК «Манхэттен». Ну, Елена Буневич это не отрицает. И трещины, и проблемы с канализацией. Совпадение, не думаю. Почему и кого пугает публичность? Есть что скрывать? Вопросы дает телевизор. Ну, во-первых, я хочу сказать, что так как, по словам вашим и Елены Валерьевны, до 20 человек готовые были создать, я думаю, что есть шанс этот вопрос урегулировать и принять всех тех людей, которые бы еще хотели действительно этим вопросом заниматься. Приспективы расширения есть, отметила Елена Буневич. Татьяна, вы нам предоставили фотографии также подвала, да? Я правильно понимаю? Я хочу сейчас разговаривать языком документов. Не верю, не верю, не нюхаю, хожу в подвал. А я хочу видеть документы. Почему я была противником того, чтобы общественников пускали в школу до того, как мы получим заявление от родителей, от директора и от руководителя? Пожалуйста, вот 14 апреля. Директор сообщает в КП Киевского района о том, что у него есть проблема с канализацией. Приезжают специалисты, которые обследуют 450 метров канализации, 10 люков, снимают каждую крышку, проверяют каждый колодец. Колодцы все сухие. Идут дальше, поднимают инженерные карты. Оказывается, что проблема стоит не в 10 колодцах, которые находятся на территории школы. Проблема находится в ЖК Манхэттен, который реально передавил коммуникации этой школы. И я хочу сделать очень важный акцент, что не надо раздувать хайп и говорить, что в подвале школы плавают какашки, как выражается Валерий. Значит, сделан лабораторный анализ, потому что никто, ни один член общественного совета, который давно работает на общественной работе, ни один чиновник департамента, ни один администратор школы не допустит того, чтобы дети ходили в школу, где в подвале плавают какашки. Вы знаете, то, что уже допустили, что там плавают мыльная вода и отходы из кухни, уже... Это не отходы из кухни. Ну, это Елена Буйневич сказала, что это мыльная вода с пищеблоком. Это вранье. Давайте я объясню по бытовому. У вас в доме есть кухня, раковина, где вы моете посуду, да? И у вас есть канализация. Откуда сходят другие воды? Моя раковина врезана в канализацию. Ну, правильно, все врезано. Но качество, вы поняли, о чем идет речь? Нет, я прекрасно понял. Просто вы сейчас пытаетесь... Я не пытаюсь. ...свести все к качеству той воды, оказавшейся в подвале, разобраться, что там было в действительности. Произведен лабораторный анализ. Если бы... Есть заключение лабораторий. А что в нем говорится? У нас осталось 10 минут. О том, что это стоки мыльной воды, которую установили специалисты. А если общественники хотят кричать, что это фекальные массы, тогда нужно закрыть школу немедленно, прямо сегодня. Прямо сегодня, потому что никто не возьмет за себя ответственность. Я хочу вернуться к тому, как я оказалась в этой школе. Мне запрещали туда идти всем скупом. Сказали, вы туда не пойдете. Валера меня поддержал. Мы пошли в следующий день. Потому что вы писали, я буду писать, это жирный скандал. Это жирный скандал, и я буду его обидеть. Пожалуйста. Мы дали возможность. Это невозможно просто. Я говорила с беседенной учительницей, я говорила с родителями и говорила с директором. Мы посмотрели состояние школы, посмотрели кабинет, в котором учатся дети. На второй день было вот это совещание, в котором родители писали заявление. И если бы мы не оказались в первый день в школе, мы никогда бы не узнали правды. Понимаете? И я получила личное разрешение Елены Буйневича опубликовать это у себя. Я спросила, можно? Я сейчас буду писать отчет о своем посещении. Я его выложу в интернет. Она сказала, я могу каждому из вас показать, где наша переписка, где она сказала, это ваше личное дело, выкладывайте. Я выложу. И теперь я виновата. Я виновата в том, что в школе происходит. Виновата Ангелова, а не виноваты люди, которые не занимались, не реагировали. Родители скидывают мне тонны всяких ужасов. Ирина, есть прогресс, потому что как минимум Елена Буйневич сказала, что виноват Манхэттен, который привел к таким... Конечно, виноват Манхэттен. И это уже большой плюс. А почему полтора года проблема умалчивалась? Почему никто ничего, палец о палец не ударил? Почему Елена Валерьевна сказала, надо было по-другому? Ладно, уже вышло, как вышло. Потому что давайте посмотрим документы. Я хочу обратиться к родителям детей. Да им нужны ваши документы. Родители все говорят. Родители детей. Вас устраивает? Вы оказались только вчера. Родители детей. Я оказалась там со специалистами. Со специалистами. Не нужно быть специалистами, чтобы понимать все, что право и какашки. Мы опять пытаемся друг друга перебить, когда никто слышит. У нас есть еще одно... Есть вопрос к Татьяне. Как можно получить заявление от родителей, если родителям запрещено входить в школу? Нет, это специально было собрание родителей. Пригласил департамент образования омбудсмена. Никто ничего не скрывал. Все было открыто. Был депутат Квасницкая, которая тоже туда приехала по собственному желанию. Но есть один момент. Общественный совет туда направил двух специалистов-конфликтологов. И когда Ирина сказала, о, так там жирный скандал, я туда пойду. Это она кому сказала? Это написано в переписке Общественного совета. Человек просто игнорировал решение большинства и пошел туда по собственному желанию в скандале. А давайте отвлечемся от конфликта в самом совете. Давайте отвлечемся от конфликта. Потому что Елена Буниевич говорит, ну это притирка. Давайте вот и примем. Пусть притирка будет. Давайте важный вопрос решим. Еще один вопрос ко всем участникам. Что будет кто-то покаранный за то, что в подвале вода? Чему приховывалась, что есть такая проблема? Давайте. Тем более, что Елена Буниевич уже сказала причину. А теперь давайте немножко отмотаем кинопленку. Из всех общественников, которые занимались этой проблемой, депутатов, всех, кто скандалил, правильный вопрос сегодня задала Ирина Коновал, общественник Ирина Коновал. Она сказала, а покажите мне, пожалуйста, акт приемки школы за 2020 год, который мы получили еще в понедельник. То же самое сказала я, переступив порог школы. Покажите нам документы, пожалуйста, еще раз там есть этот акт. Покажите его, пожалуйста. Там задовольная. Задоволена. То есть школу допустили открыть двери 1 сентября? 1 сентября. Пожалуйста, дослушайте меня до конца. Значит, посмотрите на этот акт. Нет, это не акт. Школьный акт. О том, что школа находится в прекрасном состоянии. Водопровод, канализация, отопление. А теперь давайте посмотрим, кто подписал этот акт. Вы сняли с языка этот вопрос. Понимаете, у нас же все хотят хайповать, а работать с документами не публикует. Давайте не про хайп, а кто подписал. Первое. Бывший директор школы, которая ушла. Второе. Завхоз школы. И еще. И возникает вопрос, а кто завхоз школы? Завхоз школы Снопик. Это супруг Ирины Бесединой, руководителя третьего А-класса. И когда в понедельник мы показали акции сейчас в кругах. Вот видите, поиски, подписи, глава комиссии, члены комиссии. Мы не знаем, что это за люди, но вот фамилии их видны сегодня на экране очень хорошо. Так вот, завхоз Снопик подписал акт сдачи школы в сентябре 2020 года. Понимаете, общественник, его задача в том, чтобы не хватать телефон и бежать фотографировать. Все пропало, все пропало. А в том, чтобы докопаться до истины. И эту проблему решить. Ее решить. Пять минут осталось. Вы били очень долго к завхозу и Снопику, что он муж учительницы. Это все будет сейчас, видите, от этих... Сейчас эта информация сейчас, поскольку школа, как видим, находится с такой проблемой давно. Эти люди, слава тебе, Господи, живы. Значит, они тоже сейчас дадут пояснение. Вы еще перемены, что департаменту освиты, что для всего зробило? Лично Елена Валерьевна, что для этого сделано? Руководитель департамента не должен лазить по подвалам. Для этого есть администрация школы. Что было сделано за полтора года, если проблема с Манхэттеном была полтора года? Которые должны обратиться к руководителю департамента. Не повышайте на меня голос, и держите себя в руках. Если бы я сейчас не осветил эту проблему в городе, этой проблемой я бы не видел. С этого апреля директор обратился к коммунальным службам за помощью. Не надо себе навешивать медали. Приехали специалисты. Пожалуйста, я телеканалу предоставила фотографии, где приехали машины, приехали те, кто обследовал, инженеры. Огромное количество людей. Приехал начальник. Секундочку, по поводу завхоза. Вот это очень важный момент. Я не могу не процитировать Елену Буйневич, которая звонила и сказала, что завхоз бывший оспаривает, что он подписывал этот документ. И до этого было сообщение также от анонима, что подпись завхоза в акте поддела. Я процитировала директора департамента. У нас осталось... Ирина, вот вы попали туда буквально два слова. В конце прошлого года школа была отремонтирована. Какое общее, по вашему мнению, как постороннего человека, попавшего первый раз, как мы понимаем, в эту школу, какое состояние? Дело в том, что я не ставила себе такой целью разбираться, в каком состоянии школы. Ну, общее, ваше личное мнение. Я уже в первый день не смогла попасть в кабинет, даже в который вот этот красивый кабинет, где я выкладывала, где дети учатся. Я попала только, у меня туда просто директор не сказал, чтобы я туда не ходила, чтобы я не видела. Потому что контраст был бы настолько сильный, потому что этот кабинет, который вы в беседине, это сделан, это рай, понимаете? Это кабинет, сделанный руками родителей. И это было сделано за средства родителей. Потому что это невозможно, это будет контраст, тогда будет видно все. И когда я увидела в второй день уже этот кабинет, и потом мы походили по школе и посмотрели, какие другие кабинеты, это как будто бы с другой планеты вообще все это спущено. И потому эти родители такие молодцы, они объединились, они наконец-то закричали, и их наконец-то услышали. И я рада тому, что сегодня я обратилась там в своем материале, чтобы помогли многодетной маме компьютеры. Получает компьютер. Приехала, попросила, дайте азенитаторские машины. Не знаю, кто дал. Несколько машин вывезли оттуда, понимаете? И люди, которые готовы сегодня помогать, мне столько пишут людей, мы вам будем помогать. Я поэтому стала помощником депутата Квасницкой. Для того, чтобы наконец-то не заниматься с этими людьми, опозорившими себя уже 1500 раз в этой жизни, я не хочу работать в этой раме. Вы выйдете из совета? А вообще зачем мне? Там ужас. Вы, Валерия, остаетесь в совете? Там нельзя. Я буду помощником депутата. Я думаю, нет смысла находиться. Это не совет, это фикция. Я хочу сказать родителям. Родители Одессы, то, что сделано грамматская рада, это все фикция. Грамматская рада, это будет показуха. Это ручной орган управления. Это ручное управление. Зачем вы оскорбляете людей? На меня и на Ангелу, это как есть 3-4 нормальные люди. Ангелова, большинство в совете проголосовало за то, чтобы вы вышли. Так это понятно, ваше большинство это ужасно. Я никогда слова не сказала. Вы просто оскорбляете людей. Это в суд. Ирину Ангелову оскорбляли. Уважаемые гости, у нас осталась одна минута. Ужас. Одна минута. Ужас. Люди, пожалуйста, вы не должны доверять этим людям ни в коем случае. Я вас умоляю. Вы не должны доверять честные люди, доверяйте им, пожалуйста. Послушайте, друзья, у нас почти не осталось времени. Нам еще хочется подвести... Итоп голосования. Ирина, спасибо. Татьяна, спасибо. Кто виноват в скандале в школе номер 51? Руководство школы, такой вариант ответа, набрал лишь 14%. Мы обелили нового назначенного директора пока что, руководство департамента. Большинство наших телезрителей выбрало такой вариант ответа. Может быть... Там третье еще должно быть. Ангелова виноват. Нет, такое... Спасибо. Сегодня у нас в гостях были члены совета, пока что еще действующий член и Ирина Ангелова. К сожалению, пока что совет раздираем скандалами. Возможно, это притирка, как сказал Елена Буйневич. Я надеюсь, что работа этого совета даст свои результаты. И в наших школах, ну, по крайней мере, туалеты, коридоры, школьные спортивные залы, раздевалки будут в нормальном состоянии. Это, кстати, зависит от нас, родителей. Обращайтесь, говорите, звоните, стучите в двери, обращайтесь к общественникам, звоните на телевидение. Мы будем освещать это. Мы сами сделаем нашу школу лучше для наших детей. Последняя фраза Ирина. Я хочу очень сказать, пожалуйста, родители, не поддерживайте, поборайте, не сдавайте на ремонт деньги. Из-за вас есть деньги. В бюджете есть деньги на ремонт и школ. Сегодня я получила этому подтверждение. Пожалуйста. Мэрия тратит 110 миллионов на дубскую. Валерий, родители, все зависит от вас. Ваше будущее ваших детей, их образование, оно действительно зависит только лишь от вас. Далее эфир седьмого, продолжат новости. Александра Дементьева уже готова рассказать о последних событиях. Саша, тебе слово. Коллеги, я благодарю за передачу слова. На часах время новостей. Чем запомнится уходящий день, расскажем прямо сейчас.